Раз, давайте, сразу пишите, здравствуйте, есть звук, нету звука, есть ли звук, привет, привет, еще раз присоединяйтесь, у нас есть звук, звук есть, ставьте тогда, ждем вас, у нас невероятно интересный, привет, есть, да, невероятно интересный прямой эфир, мы ждем Нику Набокову, он практически подходит к концу, есть, спасибо, еще раз напоминаю, если вас что-то интересует под последним постом моим в ленте, я, Ника, мне пообещала, привет, лавстори моя, любимая, Ника, отправляй, и бегу к тебе выйти в прямой эфир, Ника пообещала мне, что ответит на ваши вопросы, на самые интересные, если вы напишите у меня их под последним постом после нашего эфира, привет, 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 не получается у меня сохранить эфир, но и ничего, Залучается, серьезно? У меня нет кнопки сохранить эфир, у меня, видимо, какая-то опция, поэтому будем его записывать, записывать с телеграм-каналом. А поделиться в сторис у тебя есть? Есть, поделиться в сторис, есть, но после 24 часов он попадает. Давайте мы помашем друг другу ручками, я также, боже, как хорошо. ...отвечать и на парней, которым не стоит давать шанс, потому что с ними шанса нет. Что-то хорошее хочется сказать, Ник. Давай про парней, с которыми есть шанс поговорим. Слушай, во-первых, я хочу сказать, что вопреки мнению, хороших мужчин очень много, серьезно, много. Несмотря на то, что я в основном, естественно, по роду своей деятельности, да, вся моя деятельность построена вокруг сложностей в отношениях, я слышу в основном плохие истории. Слава богу, я еще знаю очень много хороших историй, я вижу много хороших историй. И правда просто, понимаешь, наше сознание, оно так устроено, что у нас больше внимания всегда фокусируется на плохом. Ну вот, блин, вот такие мы. И поэтому может начинать казаться, что, знаешь, что, типа, классного, хорошего, светлого, доброго и настоящей любви мало. Нормально, много. Гораздо больше, по-честному, чем плохого. Просто, понимаешь, история там с насилием, она так афишируется, потому что, ну, потому что это важно. Но это не значит, что ее прям, ну, типа, каждый такой. Конечно же, нет. И поэтому я всегда, знаешь, как-то мне очень обидно всегда, когда люди говорят, типа, все мужики-козлы, там, нет, нормально. Мне все тоже обидно. Мне тоже обидно. Ну, блин, ну, вот серьезно. Ну, понимаешь, вот эта концепция, мужики-все мужики-козлы, это же... Мать. Пошел структи. Нет, нет, концепция плохая, да, согласна. Это концепция защитная. Это концепция про страх отношений. Потому что, если я боюсь отношений, если я не умею отношения, то мне проще сказать, что все козлы, и туда в эти отношения вообще не ходить. Это же, это про это. Это совершенно шизоидная защитная штука. И поэтому, когда женщина, ну, как бы, приходит и такое говорит, сразу все понятно, она боится отношений. И поэтому она будет с утра до ночи, и она будет видеть только козлов, и более того, она будет исключать только козлов. Да. Потому что мы же отличаем только то, что мы знаем. Ну, так работает, если... Это про схема. Это про то, что ты про меня говорила в начале нашего эфира, в середине, про то, что это привычная модель поведения, в которой я себя знаю, как делать, как себя вести. То есть я умею кататься на лыжах, поэтому я, собственно, на эти лыжи стою и на них катаюсь, собственно. И куда они едут, по снегу или по бетону, мне все равно. Главное, что это не другое, а не опасное. Скажи мне, пожалуйста, тему, которую мы объявили, но сейчас хочу о ней чуть-чуть поговорить, это отношения на карантин. Да. Я не знаю, а вы сидите в Праге, да, по-моему, если не живете? Я в Болгарии. Ты в Болгарии? Я в очень маленьком болгарском городке, он называется Банск, это город в горах. Здесь 8 тысяч жителей, и вот мы тут сидим. Ты сидишь, потому что ты... Вы можете выходить на улицы или нет? Нет, у нас страна закрыта уже как четвертую неделю, у нас было 2-3 заболевших, и у нас все закрыли. Ну, потому что они не питают иллюзии относительно своего здравоохранения, я считаю, что они поступили правильно, они в этом смысле они молодцы. И вы не можете выходить из дома вообще? Нет, мы можем выходить в магазин и в аптеку, плюс, так как мы живем в лесу, считай, я еще могу бегать, бегать, ходить бегать в лес, потому что прямо за моим домом, и, в общем-то, ну, типа, меня там... Полиция не останавливает? Мы тут вот ходим тут чуть-чуть, ну, там, у нас полиция ходит уже. Нет, потому что я, ну, считай, ну, грубо говоря, на своей территории нахожусь. И похожа. Так вот, как у нас, мы прошли тоже из личного, я все время говорю про себя, потому, ну, как, мне, знаешь, это, вот, вопрос внимания. Я говорю про себя, потому что я знаю про себя, понимаешь, ну, то есть я не могу говорить про тебя или про кого-то еще что-то, и мне кажется, что я говорю про себя, да, вы меня расчерняли и делали такой, ну, на примере моем, что-то находили себе близко. И меня такой говорит, вот, она говорит о себе, ну, о ком я должна говорить? А про что? Слушай, гораздо больше, когда человек вылезает и начинает говорить, я все знаю про вас, сейчас я вам тут, типа, благослову. Нет, я ничего не знаю о себе, поэтому я хочу у тебя спросить, чтобы ты дала мне совет. Смотри, по поводу отношений на карантине, то есть мы сейчас закрылись, ситуация для меня как в кино, мы сейчас все закрылись, вроде все любимся, и закрылись все в одном помещении. И вдруг нам стало тошно друг от друга, ну, как бы. Конечно, вам и должно было стать точно, все в порядке. Утешно, скажи, что нормально, и мы не... Все вообще, смотри, все в порядке, нам тоже тошно, все нормально. Смотри, во-первых, давай так, во-первых, есть общий суперстресс. Это вся ситуация, можно все что угодно говорить, выдумки, не выдумки, один хрен. Мы находимся в стрессе, нас заперли дома, это для нас ситуация не... Ограничили свободу передвижения. Да, ограничили свободу передвижения. Для людей с активным образом жизни это вообще швах, ну, потому что реально вы привыкли, и ты, и он, вы привыкли к совершенно другому образу. Вы оба в стрессе, это нормально. Когда мы в стрессе, наш общий уровень раздражения повышается. Дальше. Вы оказались в ситуации, которая, ну, опять же, не очень-то, скажем так, способствует развитию отношений и вообще нормализации отношений. Когда мы сидим 24 на 7 вместе, это нехорошо для отношений. Мы не успеваем скучать, мы не успеваем передохнуть друг от друга. А даже если мы очень друг друга любим и уважаем, нам, блин, нужно это время, понимаешь? Это нормально иногда хотеть друг от друга отдохнуть. Я не говорю лежать на 10 дней, понимаешь? Но иногда хотя бы пару часиков в день нужно. Поэтому у меня, мы же все время ходили на работу, он же каждые два дня улетал на самолете на новую игру, а я на новый концерт, понимаешь? И не то, что мы не встречались, но мы встречались, а сейчас мы просто, и у нас забрали смысл нашей жизни. Я не пою, ну, я сейчас, может быть, ну, это надо, правда, а он не играет в баскетбол, понимаешь? Он каждый день, два раза в день ходил на тренировку, у него была каждые три дня игра. Мы не можем больше лежать, мы не можем больше смотреть, мы не можем, мы как будто чувствуем себя как овцы, понимаешь? Э-э-э, я нас сейчас завешу. Слушай, я тебя очень хорошо понимаю, и поэтому, давай, правда, все в порядке, вы должны друг другу в этой ситуации надоесть, вы должны намозолить глаза, и вы должны чувствовать раздражение периодическое по отношению друг к другу, просто потому что вы очень сильно раздражены на ситуацию. Давай, что делать в этой ситуации? Значит, во-первых, очень важно, очень важно разграничить пространство в квартире, это прям супер важно. У каждого должна быть своя зона, я, ну, насколько вижу твою квартиру по сторису, у вас все-таки, ну, типа, не однушка, вы там как-то можете... Не-не-не, у меня большая квартира, да. Вот, вы можете разойтись, это очень важно, чтобы вы своими делами... Идать себе место. Прямо вот, категорически, несколько часов в день, вы вообще никак не должны пересекаться, вот вообще никак. Дальше, у каждого должно обязательно быть какое-то свое личное, не просто пространство, где он там, типа, да, а вот еще личное время, то есть какие-то свои собственные увлечения, не связанные друг с другом, должны быть. Ну, не знаю, мой муж, например, сейчас сел и изучает уже третий день, взял себе, значит, онлайн-курс в американском университете, сел изучать психологию. Думаю, он после этого со мной разведется, наверное, то поймет сразу, знаешь, такой, блядь. Вот, ну, и все, и он сидит, это его, и меня это никак не касается. А если он не хочет? Он хочет только со мной сидеть. Слушай, ну, ты ему скажи тогда, что, понимаешь, дорогой, мне важно, задай тон в этой ситуации, веди, веди ты, выдели себе какое-то увлечение, ну, какое-то дело, которое только твое, и скажи, слушай, я тебя очень люблю, я очень тебя люблю, но мне очень надо, вот, повязать. Повязать, повышать, я не знаю, что тебе нравится делать, все, что ты хочешь делать, вяжи, вышивай, лепи из глины, что там у тебя есть. Ну, вот он сейчас, мы сейчас договорились, он сейчас играет в комп. Да, ты ведешь эфир. А я веду эфир. Я чувствую, как наши отношения крепчают сейчас. Да, это храб, потому что вы хоть как-то соскучитесь. Да, 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 притом мы сейчас для всех, мы до безумия любим друг друга, у нас правда, ну, как бы это такое... Да, это нормально. Ну, просто, просто я понимаю, что, знаешь, это тоже про то, что я говорила тебе, ты меня сейчас поймешь, знаешь, тут казалось бы, мы должны, вроде, так хотели домой, и тут должно начаться, наконец-то, у тебя там невероятный секс, и вау, у тебя даже нет времени перестроиться на... Ну, я тебе как бы, женщина сейчас говорю, не знаю, сейчас там... Ну, то есть у тебя нет времени поднять в себе вот эту сексуальную энергию. Мы, кстати, завтра будем разговаривать по поводу секса и сексуальной энергии в нашем тоже прямом эфире, похоже будет. Нет времени, знаешь, переодеться, ну, вот, в красное бельишко, и каждый божий день трахаться до безумия. Я не знаю, как это сказать, но не знаю. Я понимаю тебя, потому что... Ну, потому что ты настолько задроченная дома, и настолько ты в стрессе, как ты сказала, что... Ну, давай так, мы хотели, когда мы говорили, что мы хотим остаться дома и побыть вдвоём, мы не так хотели остаться дома. Мы не хотели, чтобы нас дома запирали. Мы не хотели остаться в мире, который, ну, давай честно, хрен его знает, что будет завтра. Вот правда, хрен его знает, что будет завтра. Мы не так хотели остаться дома. Мы не хотели остаться дома, лишённые своей привычной деятельности, своей жизни, в общем-то. Мы не так хотели оставаться дома. И поэтому не хотеть сейчас бесконечно трахаться, это тоже нормально, потому что когда мы в стрессе, наша либидо падает, оно должно падать. А мне кажется, знаешь что, я завтра тоже об этом спрошу, мне кажется, что у женщины оно падает, а мужчины поднимаются. Нет, это зависит не от пола, просто есть люди, у которых в стрессе, наоборот, либидо повышается, они таким образом тревогу переживают, с помощью секса они снимают тревогу, это нехорошо для секса, это плохо для секса, потому что секс превращается из источника наслаждения в источник снятия тревоги, а это не функция секса, нам секс нужен не для того, чтобы снимать тревогу, у него другие функции. А есть люди, у которых в стрессе, наоборот, либидо их большая часть, наоборот, оно падает. Вот, и если вы как бы оказались в ситуации, что у одного со стрессом либидо растет, а у второго, например, упало, это неприятная ситуация, придется договариваться, потому что заниматься сексом через силу это самое плохое, что вы можете начать делать в такой ситуации. Ну, то есть, это вообще... И что надо, давайте сразу совет, если у вас, ну, что говорить? Нужно говорить, нужно говорить прямо... А как сказать? Как сказать, я тебе не хочу человеку, которого ты любишь? Подожди, нет, нет, не тебя не хочу, нет. Вот ты, смотри, вот ты как-то... У тебя сразу формулировка такая, знаешь, реально. Я такая, дрова, понимаешь, рублю сразу, эй, несите товар, развод, я пошла, развод сразу. Вот да, смотри, формулировка здесь должна быть такая. Я такой человек, что когда я в стрессе, я не хочу секса, ни с кем. Не с тобой, не с собой. Да, молодец. Я такой человек, что на меня стресс влияет так. Мне от стресса тяжело дышать, мне от стресса невозможно расслабиться. Чтобы я могла заниматься сексом, мне нужно расслабиться. Баба не может заниматься сексом, если она не расслабилась. Это физиология, блин. Ну, мне надо... Ну, кстати, а женщины все такие или нет? Потому что я за собой часто замечаю, что я могу на эту волну, только если я прям не слышу, что там шумит, значит, кричит ребёнок. Тут, значит, у меня нерешённый вопрос. Нам всем женщинам нужно перед сексом? Нет, нет. Смотри, у всех людей есть такое понятие «система газа и тормоза». Вот как в машине, так и в сексе. У кого-то очень высокий газ, и это человек, который может возбудиться вообще от малейшей какой-то даже намёка на секс, и тут же настроиться на секс и им заняться. Есть люди, у которых, наоборот, газ низкий, а тормоз сильный. Вот это ты. Тебе для того, чтобы заняться сексом и расслабиться, нужно, чтобы было много... Чтобы было соблюдено много условий, да? Чтобы было тихо, там, чтобы был какой-то обязательно полумрак, значит, так-то прохладно, там, да, и так далее, и так далее. Вот. А это не хорошо, а не плохо. Просто важно, чтобы, ну, каждый человек понимал свою систему, как у него взаимодействуют с системой газа и тормоза, да? Например, есть люди, у которых очень чувствительный газ и очень чувствительный тормоз. То есть они могут легко завестись, но при этом любая, значит, какая-то херня их, ну, собьёт, да, и всё, возбуждение. Вот. И в твоём случае видишь, ну, как бы, судя по тому, что ты говоришь, у тебя достаточно сильный тормоз, и, ну, тебе нужны определённые условия для того, чтобы заняться сексом. И это никак не зависит от партнёра. Это просто ты вот такая, понимаешь? Ну, вот кто-то, у кого-то, кому-то, чтобы наесться, нужно пять зёрнышек, а кому-то, чтобы наесться, нужно панка хлеба. Это вопрос вот такой категории. Поэтому, если вы сталкиваетесь с ситуацией, что вот в этот период вам секса хочется меньше, а партнёру, наоборот, настаивают, нужно говорить, что я такой человек, я не могу расслабиться. Можно подумать, знаешь, о чём? Можно подумать о каких-то околосексуальных штуках, которые, может быть, и, там, тебя расслабят, например. То есть, какая-то прелюдия, которая не обязательно заканчивается сексом. Какая-то сексуальная игра, которая не обязательно заканчивается сексом. Ну, типа, пошли вместе, приняли душ или ванну. Не обязательно в этой ванне, извиняюсь, сразу трахаться. Нет такой задачи. Есть задача просто побыть вместе, немножко подрасслабиться, тактильный контакт получить. Но не каждый наш тактильный контакт должен заканчиваться сексом. И вот... Ну, это ты мужчине расскажи. Слушай, ну, как вот? Как и надо рассказать мужчине? Ну, как? Ну, я не знаю. Слушай, ну, я много раз ты рассказывала. Я не была у меня такого в жизни, чтобы не каждый контакт, понимаешь. А хоть, ну, я не знаю, может, жаль, что мы отключили комментарии, но, правда, интересно было мнение. Напишите, пожалуйста, у нас в ленте, сейчас мы можем вернуться к этому вопросу. Ну, мужчины, мне кажется, чуть-чуть по-другому устроены. У них, если он уже потрогал, он уже хочет войти, понимаешь. А ты, если потрогал, хочешь стать в каких-то своих, понимаешь, фантазии, понимаешь. Дождь, дождь, во-первых, мужчины разные, это раз. Во-вторых, ну, давай так, если мужчина рассматривает свою женщину исключительно как объект, в который нужно входить. Не, ну, мы не говорим про мудаков. Мы говорим, ну, то есть мы вот эту вот категорию вообще, ну, это просто... Ну, значит, здорово, и ни один мужчина еще не развалился от того, что у вас была какая-то сексуальная игра, которая не закончилась проникновением, а зато она вас круто расслабила, и после этого у тебя уже могла случиться сексуальная игра, в которой все произошло, понимаешь. Хорошо, а как избавиться... Я, друзья, сразу могу сказать, что я задаю некоторые вопросы Ники с точки зрения того, что вы мне прислали, из ваших вопросов. Не все из моего личного опыта. Пожалуйста, дорогие журналисты, не надо завтра писать 36 статей. 36 статей про мастексуальную жизнь, потому что, в принципе, я говорю об этом так открыто впервые, и, ну, и как-то всегда, потому что Ника глубоко уважаемый мною человек, и я очень хочу, возможно, чтобы вы услышали ответы на свои вопросы. Так вот, а что если, я ему говорю, прелюдия хочу, а он хочет что-то другого? А он такой, раз, ему надо что-то большего, и ему тут тёлка написала в директе. А она говорит, вуу, то есть, типа... И он такой, вуу, приключения, приключения, ура, что-то новое, не то, что надо, ну, как бы, понимаешь. Понимаешь? Как прекратить бояться того, что ему напишет тёлка в директе «бывшая» или «будущая»? Ну, то есть, давай проберёмся напоследок, я ещё с тобой, если можно, потом на тему «бывшая» поговорим в секунду. Давай, да. Ну, допустим, как что делать, если ему пишут «бывшая» тёлка в директ, и как не бояться? Почему? Ну, потому что, смотри, ты сейчас спрашиваешь, как проконтролировать желание человека общаться, сходиться, я не знаю, трахаться со своей бывшей. Ответ – никак. Ты не можешь контролировать желание другого человека. Я понимаю, очень хочется, мне тоже очень хочется, но мы не можем. И когда мы пытаемся сфокусироваться на контроле того, что нам вообще не подвластно, мы оказываемся в яме, потому что мы начинаем очень сильно тревожиться, мы прям вибрируем, мы там много чего теряем по дороге. И поэтому каждый раз, когда хочется проконтролировать, значит, что-то сделать, чтобы ему не писала тёлка, нужно сфокусироваться на том, а почему я боюсь, что она ему пишет. Я боюсь, что будет что? Я боюсь, что он от меня уйдёт. Чтобы что? Да. Я боюсь, что он от меня уйдёт. Ну, тогда нужно разбираться, почему я боюсь, с чем я столкнусь, если вдруг произойдёт такая ситуация, что ему написала тёлка, и он такой побежал, понимаешь? С чем я столкнусь? Ну, я поняла, чтобы что? Идём дальше, копаемся, чтобы что? Я боюсь потерять его, я боюсь опять остаться без мужчины, я боюсь... Ну, чтобы что? Знаешь, это как, типа, когда у меня был жуткий суд над Моникой, ну, ситуация с Моникой, где у меня муж забирал ребёнка, и единственная фраза, которая мне помогала, она была такая, что когда я, типа, продолжала бороться, и я говорила, что... Вернее, мне говорили, хуже уже не будет. Ну, то есть, типа, знаешь, у меня был полный пиздец, ну вот полный. И хуже уже не будет. И я понимала, что... Я представляла, что может быть хуже, а ничего не может быть. Поэтому тут, мне кажется, очень важно для нас, для сильных девочек и вообще для... Ну, для девочек очень важно понять, что если мужчина куда-то, чего-то там... Ну, не будет хуже. Хуже — это когда ты сидишь и, типа, всё это делаешь, не замечаешь, понимаешь? Смотри, никто из нас... Давай так. Никто из нас не хочет, чтобы мужчина изменил, ушёл, что-то такое произошло. Никто этого не хочет. Но есть разница между этого не хотеть и направлять всё своё естество, всю свою энергию, вообще всю свою жизнь фокусировать на том, не сбежит ли он, понимаешь? Вот это вот не сбежит ли он, вот это вот нездоровая ситуация. Это ситуация, которая не даёт тебе жить нормально, которая не даёт тебе строить отношения. И с этой ситуацией нужно разбираться ровно вот так. Хорошо, он уйдёт, будет что? Я там, типа, мне будет очень больно. Хорошо, тогда мой фокус работы — не контролировать тёлку, которую ему пишут, а учиться справляться с болью. Не полюбить боль, понимаешь? Нет, никто боль не... За исключением мазохистов в сексуальной игре, да, никто боль не любит. Но есть способы, которые помогают эту боль проживать и делать её менее дестабилизирующей, да, то есть делать её менее острой. Это можно делать, да, потому что, ну, по мере того, как мы укрепляемся, по мере того, как у нас развивается, там, самооценка, эмоциональный интеллект и так далее, мы разные вещи переживаем, ну, не так вот остро, понимаешь? И поэтому вместо того, чтобы следить, какая тёлка там ему написала, нужно последить за там хорошо, а затем, а что я не умею переживать? Вот там, я, типа, не умею переживать боль, да, я там не умею переживать утрату. Ну, блин, ну, а как это может помочь? Ну, хорошо, она ему всё равно напишет. Не, ну, понятно, что... Да, она ему напишет, ну, она ему напишет, или не важно. Хорошо, а важно, если он ей ответит, или не важно? Ну, важно для чего? Ну, для ваших отношений. То есть есть несколько этапов... Ну, если, что если... Смотри, я думаю так. Я думаю, что если, ну, во-первых, если человек просто ответит там, типа, да, привет, там, не знаю, нет, мы не помним. Я... Ну, типа, это нормально? Я не помню. Просто ответить, это нормально. Но если он, например, ей в ответ, да-да-да, пойдём скорее на сеновал, это не нормально. Ну, если вы договорились... Не, ну, не про сеновал, нет. Ну, просто если он ей мило ответит. Ну, слушай, мило, в твоём понимании, что? Типа, не пошлёт её в жопу сразу? Да. Ну, если это воспитанный человек, то это нормально. А зачем ему отвечать? Я не отвечаю мужикам, которые мне пишут в директ. Ну, ты это ты, а он это он. Есть, например, люди, которые не могут конфликтовать с другими. Есть люди, которые очень сильно боятся конфликта. Да, да, да. И они стараются от этого конфликта максимально отстраниться. У меня был один знакомый, сейчас я тебе добавлю, извините, я ссори, что перебиваю, у меня был один знакомый, который, правда, отвечал всем, он мне был очень известный. Для меня был такой знакомый, он отвечал всем абсолютно. И я с высоты своего хулиарда сообщений в директ, понимаешь, для меня это, ну, ничего. Для него это было, а мне написали, значит, я должен хороший всем ответить. Да, милая, так это же то же самое с синдромом хорошей девочки, это всё то же самое. Только хороший мальчик. Да, хороший мальчик, то же самое. Если я кому-то не ответил, я плохой, я так не могу поступить и так далее. И поэтому, знаешь, мне часто там женщины рассказывают, типа, вот ему пишет бывшая, а он её не посылает. Ну, это совершенно далеко не всегда, далеко не всегда. Это значит, что он с этой бывшей что-то хочет. Нет, нет, точно, ты уверена? Смотри, иногда бывает так, что хочет. Но ещё бывает, есть вариативы, да, знаешь, есть разные вариации. Но ещё бывает так, что это просто человек, который действительно, ну, как бы так устроен, что он не может просто взять и сказать, слушай, иди ты в жопу уже. Иди ты, блин, в жопу, не пиши мне. У меня есть один приятель, который ему, значит, периодически подписывает его мерзотнейшая бывшая, которую, значит, он не выносит. Я да её, блин, не выношу. И он до определённого, значит, времени её всё никак не мог отослать. Я говорю, слушай, ну, зачем? Ему было очень плохо после оконнепсона. Он очень злился и говорил, типа, блин, что за овца? Но отвечал он ей очень вежливо. Я говорю, ты зачем это делаешь? Вот объясни мне просто. И я говорю, ты зачем это делаешь? Ты же даёшь женщине надежду. Он говорит, ну, вот, типа, а как же, ну, вот, я же вот, ну, что ж, я говно какое буду, вот, ей вот так. Так лучше сразу сказать бабе, что нет, чем давать иллюзии, понимаешь? Мы же женщины, каждый, мы же, нам сказали знак вопроса, мы можем предложение расценить, понимаешь? Это уже наша проблема, это не мужика проблема. Проблема мужика в том, что он не умеет, нету навыка, понимаешь? Умение быть в конфликте, умение говорить нет, умение отвергать человека, это навык. И если у человека его нет, он не может. Ну, вот, ну, вот, это, знаешь, как, вот, типа, кто-то может танцевать, а кто-то не может. И вот если мы такие, типа, блин, а чё он не танцует? Ну, он, блин, не умеет. Ноги не отросли. Вот, ну, понимаешь? Да-да-да-да. Поэтому далеко не всегда какое-то общение с бывшими, такое, знаешь, где особенно, типа, она, там, является инициатором, а он ей там, типа, ну, вяло, знаешь, ну, типа, да, нет, ну, нормально, понимаешь? Это не говорит о том, что он там такой весь, «О, ну, когда же мы воссоединимся?» Ну, нет. Если он захочет воссоединиться, он как-то, наверное, по-другому, блин, будет в это всё. Он же сам, наверное, написал, что у него руки-то есть. Есть руки. Да, мне кажется, что, Чимар, слушай, Ник, безумно с тобой интересно говорить. Не хочу тебя уже грузить, уже почти больше часа. И вообще, я только возьму с тебя обещание, прямо сейчас в прямом эфире, что мы с тобой ещё поговорим. Да, мы с тобой говорим. Давай теперь уже мои ближе с тобой знакомы, возможно, твои стали, познакомились со мной. И предлагаю ещё раз про бывших, по бывших пройти и по сексу, и по ажигану. А, по ажигану, да, конечно, ажигану. Да, это по всему. Сорян, сорян, за что мы уже, если что-то трудно. На самом деле, мы, мне кажется, давай какую-нибудь черту подведём под нашим разговором пока что ещё, очень важную, которую каждая женщина или мужчина хотелось бы, чтобы сейчас услышала в это тяжёлое карантинное время. Ну, во-первых, во-первых, будьте внимательны к себе прежде всего, потому что вам сейчас всем очень сложно, и для того, чтобы ваши отношения не разрушились на карантине, нужно быть очень внимательными к себе, к своему состоянию, к своим чувствам, и нужно с этими состояниями справляться самостоятельно, а не бежать, типа, вылечи меня туда. Во-вторых, нужно быть бережными к отношениям. Сейчас огромный соблазн вылить все свои вот эти, вот знаешь, переживания в отношениях, не надо этого делать, это для отношений плохо. И так они сейчас бедненькие, вот такие наладом дышат. Ну, и третье, третье, я, как обычно, посоветую помнить, что никто никому ничего не должен, мы здесь все добровольно собираемся в отношениях, и помните, пожалуйста, что, правда, качество отношений это очень важно, а качественные отношения могут быть только там, где человек с вами находится по доброй воле и по своему выбору, а не потому, что вы наманипулировали как-то офигительно. Помню, помню. С этого, если вы не знаете, о чем мы сейчас говорим, то присмотрите наш эфир, мы как раз об этом говорим. Ник, присоединюсь абсолютно к тебе, скажу, что сейчас очень важно хорошим девочкам научиться даже дома думать о себе. Подытожу, что обязательно сейчас пошла, закончу, чтобы разговор оборудую себе уголок, я уже вижу где, на котором буду писать стихи, песни, танцы, и займусь собой, очень важно, занимайтесь собой. Каждая наша неуверенность или неудача в любви для меня это знак равенства между... Как это, наверное, запуталось, но, в общем, вкладывайте в себя, занимайтесь собой, учитесь, образовывайтесь, получайте, не знаю, языки, музыки, будьте широкими, будьте лучше и думайте о себе. И когда вы будете думать прежде всего о себе, а не о мужчине, то к вам придет тот мужчина, который... Но об этом в следующей серии. Ник, до встречи, спасибо тебе большое. Ты, люблю, обожаю, Ника написала очень много классных книжек. Зайдите к Нике и ждем тебя на пару вопросов через полчаса, когда ты ответишь. Миллион поцелуев и до встречи. Спасибо, дорогая, пока.